Из Краснодарского окрая в Иркутск австралийского страуса Эмо перевозили в этом ящике. Пути птица провела около полутора суток. Объем довольно большой страус, взрослый, и мы все боялись, как это все сможет аэрофлот перевезти. Но все оказалось успешно, все сильно радовались, особенно в грузовом аэропорту. Там все сбежались посмотреть на диковинку. Первое время после переезда птица сильно волновалась. Но благодаря тому, что страус не дикий, а привезен из фермерского хозяйства, гость быстро адаптировался. Эммочке, как ее назвали в зоопарке, один год. В хороших условиях эти птицы могут прожить до 70 лет. По отношению к людям Эмо ведет себя агрессивно. Срабатывает животный инстинкт защиты своей территории. Австралийский страус – вторая по величине птица в мире. После африканского. Взрослая особь достигает от полутора до двух метров в высоту и весит около 60 килограммов. Эта порода более умная и безопасная для людей. Птицы издают очень необычные звуки. Хрипят, хлопают, пищат. Несмотря на то, что страус Эмо в зоопарке только появилась, у нее уже нашлись поклонники. Мне очень понравилось. Этот страус такой был очень большой, красивый. Все время к своим соседям стучался клювом. На самом деле страусы очень смелые птицы. А то, что они прячут от страха голову в песок, полная небылица. Зоолог Вадим Ивушкин знаком с этим видом не понаслышке. Предшественники австралийской породы в зоопарке были африканские страусы. Они не прижились. Эмо же более неприхотливы к условиям в неволе. И едят мало, в основном пьют воду. Питаются, как правило, зерновыми и травой. Сейчас готовится новый вольер для страуса. Здесь будет теплое помещение. Погулять же птица сможет на специальной летней площадке. Когда страус привыкнет к новым условиям, сотрудники зоопарка планируют привезти ими пару. Раиса Силина, Иван Кузнецов. Новости сейчас.